Хм, английский язык это богатство? Деньги? Английский язык деньги? Интересно. Мне прислали здесь небольшую статью. Заголовок статьи The Correlation Between Language and Wealth. Связь между языком и богатством. И мне стало очень интересно, и я решил принести эту статью вам, чтобы мы с вами вместе разобрали и посмотрели в чем дело, и как такое вообще возможно. Поэтому, если вы готовы, давайте почитаем. Люди, которые говорят больше, чем на одном языке, зарабатывают ли они больше? Когда Форбс выпустил свой World Billionaire List в 2022 году, стало очевидным, что есть закономерность. Много миллиардеров могли говорить на втором языке. Даже 32% самых богатых людей в мире могут говорить на другом языке. Очень-очень интересно. Тут у нас есть небольшой breakdown. Окей, давайте посмотрим. Это 2022 Форбс, да? Илон Маск. Ну, Илон Маск говорит только на одном языке, Джефф Бейзоус тоже говорит только на одном языке, но этот язык английский. Очень интересно. Вот здесь Бернард зато говорит на четырех языках. French, English, German, Italian. English – это его второй язык. Интересно. Билл Гейтс – English, Уаррен Баффет – только English, Лерри Пейдж – только English. О, Сергей Брин – English and Russian. А, это, видимо, не по тому, какой язык первый Сергей Брин, а у него первый английский язык. Кто знает? Лерри – English. Стив – Palmer – English and French. Хм, интересно. За исключением номер 11, даже если эти богатые люди, и 23, даже если эти богатые люди не говорят на двух языках, как минимум, один из них всегда английский. Это очень-очень интересно. Да, Тесла-могул Илон Маск не говорит на втором языке, он только говорит на английском. И у нас есть, я его назвал Бернард, это так неуважительно, его имя Беннард, а не Бернард. Это LVMH, да. Вау, с ума сойти просто. Френч, Бхеннол, спик английский, черман и итальянский. С ума сойти, окей. Да, Сергей Брин, его первый язык – это английский, я не знал. Но он также говорит еще на русском языке. И это здорово, это здорово. От себя я могу добавить, как этим можно, ну, как это будет применимо для вас, а не для Илонов, Масков всяких, да. Но, естественно, если вы знаете английский язык, то у вас есть, естественно, доступ к международным вакансиям, да. Потому что английский – это все-таки все равно язык международного общения и бизнеса. И компании по всему миру, включая Америку, постоянно ищут удаленных сотрудников. И знание английского как раз-таки поможет вам открыть двери в эти компании и в эти вакансии. И это очень-очень здорово. Если это Remote Job, то даже самые крупные компании по всему миру, они постоянно ищут удаленных сотрудников. Плюс, если вы владеете английским, то, естественно, у вас есть возможность подавать заявки на высокооплачиваемые вакансии за пределами своей страны. Потому что, ну, все равно зарплаты на международных рынках могут быть выше и часто выше, чем в локальных компаниях. Номер два – это, конечно же, фриланс и заказы по всему миру. Если вы фрилансер и вы предоставляете различные услуги, вы можете использовать такие платформы, как Upwork, Freelancer, Fiverr и много других. И, естественно, основной язык там тоже будет английский. И вы можете, обладая знанием английского языка, предлагать свои услуги по всему миру. И это может быть все, что угодно, от графического дизайна до программирования, перевода или копирайтинга. И если вы начнете работать с американскими клиентами, средний ценник на такие услуги в Америке, например, значительно выше, чем где-то еще. Следующее – это доступ к онлайн-курсам и образованию. Если вы хотите повысить свои профессиональные умения и свои профессиональные скиллы, то очень много материалов, обучения и каких-то новых технологий. И в целом новшеств в разных индустриях и сферах и профессиональных, в целом, areas, fields. Много этой информации по повышению вашей квалификации и различным новшествам ваших индустрий выходит на английском языке первой. И поэтому вы можете быть впереди всех. Владея английским языком, я считаю, это тоже имеет смысл. Плюс даже в целом овладеть какими-то новыми умениями, потому что на английском языке существует много-много онлайн-курсов по разным вообще вещам. От маркетинга до IT, музыкальной индустрии, столько всего есть. Поэтому если вы стремитесь освоить новую профессию и вы это делаете на английском языке, естественно, таким образом вам будет еще чуть легче как раз-таки подавать заявки на такие вакансии в международных компаниях на английском языке. Дальше это, конечно же, работа в международных компаниях. Многие международные компании открывают филиалы или офисы в России или в различных других странах СНГ. И в таких компаниях английский язык чаще всего является основным языком коммуникации, ну, основным рабочим языком для общения. Ну и последнее, наверное, это развитие вашего бизнеса на международном рынке. Да, знание английского позволит вам выйти на международный рынок. И вы можете не ограничиваться пределами только своей страны, вы еще можете продавать на весь мир. Кроме того, еще в этом плане английский поможет вам изучать успешные иностранные бизнес-модели и стратегии других стран и применять их в своем бизнесе, что только одни сплошные плюсы. Осень же в полном разгаре, а это значит, что пришло время снова брать себя в руки, снова работать, снова учиться, развиваться и становиться лучше и лучше. И для тех из вас, для кого английский – это неотъемлемая часть этого процесса и этого пути, у нас есть специальная акция, которая называется «Back to School». Даже если вы не школьник и не студент, «Back to School» все равно применимо. Акция «Back to School» значит следующее. Вы записываетесь на курс по вашему текущему уровню, плюс наш «Speaking Club», и вы получаете еще один курс на следующий уровень заранее, сразу, в подарок. И очень-очень длинное время доступа, чтобы вы все успели, чтобы у вас все сразу было, и весь план на год вперед был сразу продуман. Потому что «If you fail to prepare, you prepare to fail». И вот вам поговорка в английском языке. Поэтому по всей подробности нашей акции «Back to School» в описании под этим видео вы можете все подробно изучить, и, конечно же, воспользоваться этой акцией, пока она еще идет. А мы возвращаемся к нашему видео. Странный вопрос. Давайте посмотрим. «United States» номер один. «Future less future language». Да, ну, в английском языке есть будущее время, естественно. «Анестезиолог» самый... вау. Самый зарабатываемый сектор. «Анестезиолог». Вау, вот это да. «Japan». В японском языке нету будущего времени. «Chief executive officer». В немецком языке нету будущего времени. «Portfolio manager». А это типа «Stocks». Интересно. «France». «Doktor» есть будущее время. В корейском есть будущее время. «Doktor». Ну, кто бы сомневался. Где нет будущего времени еще? Польша. «Surgeon's doctors». «Denmark». «Finland». Вау. Вот это да. Ну, то есть, не зависит от того, есть в твоем языке будущее время или нет. Так как «Japan» на втором месте и в японском языке нету, видимо, грамматической структуры будущего времени. Очень интересно. Я, если честно, даже не знал такого факта. «UK». Интересно. «Bilingual versus non-bilingual jobs». Зарплаты сравниваем. Окей, розовое. Это значит, нужно ли для этой позиции быть bilingual. «International sales manager». 143 тысячи employees на LinkedIn. 50 тысяч 400 фунтов. Нужно быть bilingual. «Product localization manager». Ну, естественно, если это localization manager, конечно, нужно быть bilingual. 41 тысяча фунтов. «Foreign language teacher». О, да. О, да. А если non-bilingual? Давайте сравним. «Science». Ну, конечно, если это наука и фармацев. Ну, конечно. «IT». «Law». 50. «Property and construction». 37 тысяч фунтов. Не нужно bilingual быть на стройке. Очень интересно. Да, на самом деле, довольно-таки интересно. Увидели, что большая часть самых богатых людей в мире, они bilingual, как минимум. Да. И, как мы уже сказали, самое интересное, это то, что подавляющее большинство из них, даже если говорят на одном языке всего лишь, это английский. Окей. Следующий... «Лень, у меня все тормозит. Невозможно смотреть YouTube из России». Серьезно? Блин, ну, ничего. Ты сможешь смотреть мои видео в Дзен или в ВК. О, а где ссылки? Ну, в описании я оставлю. Да. И, возвращаясь к статье, очень интересно, вот говоря про то, в каком языке говорится о будущем или нет. Да. Если посмотреть на «Happiness Index» и «Cost of Living», да, тоже очень интересно, на самом деле. В Америке «Happiness Index» почти 7, если округлить. В Японии без будущего времени в грамматических структурах почти 6. Германия 7 высоко, но «Cost of Living» 59, где в США на 10 больше 69. А где счастливее всего? 7.15, 7.18, 7.46, Нидерланды, 7.62, Денмарк, 7.80, Финлянд, «Cost of Living» 63, тоже высоко, «surgeon», «хирург». В общем, вы понимаете, вы понимаете, учите английский язык, потому что вы можете открыть для себя очень-очень много дверей. Английский язык очень сильно изменил мою жизнь таким образом, каким я даже не мог себе никогда представить. И поэтому очень интересно видеть вот эту вот связь. люди, которые намного умнее меня, делают вот такие research. И очень интересно видеть, особенно про миллиардеров и их владение английским языком. Это очень-очень интересно. Поэтому учите английский язык и живите хорошо, красиво и богато. С вами был Вене Пакова на канале Нигуи Трип ТВ. Не забывайте подписываться на наш канал, если это видео вам понравилось. И в комментариях оставляйте предложения, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. С очень большой, мы увидимся с вами в следующий раз. Bye!